Хмелеводство было широко распространено на Чувашской земле еще с незапамятных времен. Неоднократно переживало и рассвет, и упадок. Огромный вклад в развитие отрасли сделал Аркадий Айдак. Его дела в Ядренском районе продолжают в колхозе «Ленинская искра». Всю свою жизнь Аркадий Айдак служил своему народу и своей родине. Став председателем колхоза, он не только сделал хозяйство преуспевающим, но и показал всем, как надо работать. Его имя было широко известно и за пределами Чувашской республики. Он был замечательным государственным деятелем, он был замечательным общественным деятелем. Он после себя оставил вообще в истории прекрасный след. Его дела, его успехи, результаты его работы вписаны золотыми страницами в истории и Чувашского народа, и РСФСР, и СССР. Опыт Айдака уникален, а наследие обширно. Территория хозяйства «Ленинской искры» более 6 тысяч гектаров. С 1972 года 40 из них занимают хмельники. Выращивание этого растения – трудоемкий процесс. Но, как отмечают специалисты, в последние годы новые технологии сильно облегчили задачу. У нас в хозяйстве 22 гектара плодоносящих. В основном сорт подвязный. У ружаи получаем где-то в среднем 14-15 центнеров с гектара. В основном все работы у нас механизированные. Трактора, навешивание – все механизировано, только заводка вручную. Ходит много споров о выгоде и целесообразности выращивания хмеля. Но, как отметил Михаил Игнатьев, в настоящее время на рынке сложились благоприятные цены на хмелепродукцию. И ее культивирование может стать золотой живой для предпринимателей. В связи с этим мы должны, создавая благоприятную струду, передавать в аренду всем тем предпринимателям, земледельцам, сельхозтоваропроизводителям, чтобы они тех хмелепродукции начали через арендные разрешения использовать и зарабатывать на это. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии возложил цветы к памятнику известного агрария, отметив, что опыт Аркадия Айдака по-прежнему востребованный применим в условиях нашей полосы. Алексей Табинов, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика.